Начинается программа «Особое мнение». Здравствуйте, добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Хорошего дня, 1 апреля сегодня. Ну, как-то мы с коллегами договорились заранее, что шутить как-то не хочется, не знаю. Ну, может быть, получится как-то спонтанно, но пока не хочется. Я приветствую гостю нашей студии, чье особое мнение мы сегодня услышим. Это Наталья Осипова, генеральный директор коммерческого центра «Венский». Наталья, добрый день. Здравствуйте. Снова вы в нашей студии. Обширный круг вопросов, которые сегодня мы собираемся обсудить. Но перед этим напомню, что у наших слушателей есть возможность зайти на сайтах akirva.ru, увидеть воочию нашу гостью, потому что есть не только аудио, но и видеотрансляция. Кроме того, есть форма для вопросов. Заранее можно узнать, кто придет к нам на особое мнение, и оставить свой вопрос. Вопросы есть, я чуть позже их озвучу. Приступаем к беседе. Вы буквально на днях вернулись из-за граничной поездки. Все верно. Да. По Западной Европе вы проехались. Ну, я была в гостях у своих друзей в Лондоне, затем в гостях у своих друзей в Швейцарии. И, в общем, каждый раз, когда выезжаешь туда, есть желание перенести оттуда что-то, знаете, как у князя Гведона. Чудо чудное. Хотел перенести об свой удел. Вот так же. Что-то найти там такое для бизнеса, какие-то идеи, которые можно воплотить потом здесь. Ну, у вас такая еще была такая огромная нагрузка, как вы сказали, ответственность, да? Потому что, ну, мы так понимаем, что люди, иностранцы, они интересуются тем, что происходит с Россией, что происходит в связи с Россией. Крым, в первую очередь. И вам пришлось беседовать все-таки об этих вещах. Первый вопрос. Да, да. Кругом моих нерусскоговорящих друзей, которые меня воспринимали как человека, который владеет информацией, который должен ответить за все, что Россия вытворяет. Получалось? Отвечать у вас. То есть практически любая моя встреча после того, как люди понимали, что я русская, начиналась вопрос об Украине. И, конечно, для меня это было таким серьезным испытанием, потому что даже сегодня, когда уже прошел референдум, когда уже присоединение Крыма стало свершившимся историческим фактом, даже сегодня ни в моей душе, ни в моем, тем более, понимании нет однозначности. То есть, с одной стороны, мы все испытываем некоторое чувство, ну, такой исторической радости, исторической справедливости, что наконец-то Крым наш. И, в общем, все былое в отжившем сердце ожило. У нас у всех друзья в Крыму, мы часто туда ездили с семьей. Поэтому та поддержка, которую я увидела, приехав домой, тому, что произошло, она, по-моему, даже не 90-процентная, а 100-процентная. И мы знаем, как это повлияло на рейтинг президента. И мы видим тот колоссальный подъем, который испытывает сегодня нация после стольких лет потерь. Это первое приобретение за многие годы потери. И сегодня мы не думаем о цене. Мы за ценой не постоим. У нас такая, знаете, эйфория. Вот этот патриотический подъем, это тот самый истинный подъем, который бы вам хотелось видеть? Ну, я эту ситуацию наблюдала, как вы уже сказали, из-за другой страны. Из-за границы я видела, во-первых, другие СМИ. То есть, та информационная война, которая действительно развернулась, когда российские СМИ давали одну картинку, мнение одних людей, даже одну визуальную картинку. А западные СМИ давали прямо противоположную картинку с другими высказываниями других людей по событиям на Украине. Это ситуация информационной войны, которую мы проиграли. Мы не убедили Запад, что присоединение Крыма справедливо. И мы потеряли огромное количество людей, которые... Мы потеряли психологическую поддержку российской политики в Европе. То есть, вот то, что таким трудом создавалось, в том числе благодаря Олимпиаде, положительный имидж России на Западе, то, что в последние несколько месяцев было одной из главных идей Кремля создать этот положительный имидж России, было абсолютно провалено несколькими днями этих украинских событий. И мы еще не осознали последствия. Потому что сейчас мы много говорим про санкции, но последствиями являются не только санкции. Причем, понимаете, Запад вроде бы вводит санкции против чиновников конкретных. Но это те санкции, которые уже сейчас совершенно понятно привели не только к этому... Я не стану комментировать ситуацию с рублем, потому что он сначала упал, сейчас он вроде отыграл свои позиции. Умножко, да. Получится в курсе. Да, но тут это длинный другой разговор, я не хочу этого касаться. Но мы, что мы потеряли? Мы потеряли понимание того, что Россия готова идти демократическим путем, и вроде как с нами можно дружить. Понимаете? То место в большой восьмерке, которое Россия, казалось бы, так прочно заняла, став полноправным голосом европейской политики, это место сейчас сильно под вопросом и даже, кажется, уже почти потеряно. То есть, каковы будут последствия? Последствия коснутся, в первую очередь, интеграции России в европейские и международные процессы. То есть, по сути дела, на наших глазах после этого шага... Вы знаете, Владимир, вроде я должна что-то сказать разумное, а я еще сама до конца не понимаю, каковы будут последствия. Но то, что железный занавес уже... Не без разума, не без разумного вошла. Вот он, понимаете, он перед нами, прямо сейчас формируется. И мы еще не знаем, каковы будут... То есть, это все происходит прямо сейчас. Ежедневно появляются какие-то новости, да, какие-то идеи и так далее. И это процесс двухсторонний. Это не Россия строит этот занавес. Это процесс... Понимаете, точно так же, как у нас была ностальгия по советскому прошлому и наши имперские амбиции, точно так же у них где-то в очень глубоких слоях их сознания жило понимание того, что Россия – это все-таки что-то противоположное. И холодная война в их умах точно так же живет. И, соответственно, этот занавес строится с двух сторон. Я не готова сказать, чьими силами в большей степени. Я не знаю. Но я совершенно определенно понимаю, что, с одной стороны, Крым оказался для нас очень дорогой. И непонятно, насколько реально дорогой. Дорогим политическим жестом и приобретением... Время покажет, да. Да, время покажет. Ну, хотя уже что-то и сейчас видно и ясно. А с другой стороны, конечно, очень больно терять те приобретения именно в сфере демократического строительства России и внутри, и за ее пределами, потому что это двухсторонняя история, это двухсторонняя политика, которые сейчас тоже мне кажутся негативными. Скорее, даже не скорее негативными, чем позитивными, а тотально негативными. Ну, так вот в целом, если бы говоря, вам пришлось оправдываться за все эти действия, быть таким рупором в всей внешней политике, вообще не с иностранцами. Ну, я не очень поддерживала то, что произошло. Или все-таки вы с гордостью так? Вы знаете, нет, я не чувствую гордости. Может быть, да, я объясню почему. Во-первых... Сложный, Владимир, это вопрос. Во-первых, провели референдум в Крыму, но не провели референдумы в России. Это, как знаете, в дом берут с улицы еще одного едока, и остальных не спрашивают. А вы готовы еще отдать свой кусок хлеба другим? Экономическая ситуация не была просчитана. Это было решение, как мне кажется, абсолютно импульсивное, эмоциональное. Во-вторых, мы воспользовались ситуацией слабой украинской власти и слабой украинской политики. Вроде бы, когда идет война, про такие вещи не спрашивают. Это была наша маленькая победоносная война. Если оценивать операцию по Крыму с точки зрения ведения войны, то она была блистательной, успешной, и она, в общем, показала, что у нас есть армия, если говорить о позитивном. С другой стороны, я занимаюсь бизнесом, Владимир. Я в первую очередь думаю, сколько нам это будет стоить. И мы уже сейчас получили ужесточение проверяющих структур, новые законы принимаются по налогообложению. Мы уже сейчас получили историю о том, что деньги-то эти будут взяты на Крым не из какой-то запасной кубышки, которая есть у нашего правительства. А они будут взяты с каждого из нас. И они, к сожалению, берутся с необеспеченной части населения, которую проще всего поставить под обязательные какие-то выплаты. Для примера можно, например, привести эти замороженные пенсионные накопления. Первое решение было по пенсионным накоплениям. Опять же, мы забираем эти деньги, и непонятно, когда, кто их будет возвращать. Каким образом будет пополнен этот запас? Каждый из нас платит в пенсионку, надеясь, что он получит пенсию. Так вот сейчас мы должны понимать, что нашу пенсию потратят на Крым. Значит, мы ее будем получать? Кто ее заработает для нас? Действительно сложные вопросы. Вернемся к тому, что я сказал, что посредством нашего сайта можно задавать гостям особого мнения вопроса. Вот поступил такой вопрос от Стаса. Как вы относитесь к тому, что российская либеральная оппозиция поддерживает Евромальдан? Во-первых, я считаю, что, первое, наличие в России либеральной оппозиции говорит все-таки о том, что мы демократическая страна. А что такое демократия? Это наличие разных точек зрения. Если мы говорим, что мы страна демократическая, и у нас есть разные точки зрения, то оппозиция имеет полное право говорить ту точку зрения, которая не совпадает с государственной идеологией. И поэтому я это расцениваю как абсолютно позитивное и более того, укрепляющее существующий режим явления. То есть наличие противоположной точки зрения и наличие здравых, и даже, может быть, чрезмерно эмоционально отрицательно голосов, говорящих о том, почему Крым и почему украинская компания России нам невыгодны, и почему это делать было не нужно, я расцениваю как большую и позитивную новость. У нас есть оппозиция, которая не боится еще говорить правду. Это прекрасная новость. Для всех, для нас. Я себя ни к одной из радикальных сторон не отношу. Я нормальный обыватель, который хотел бы жить в демократической стране, с работающими законами. Я радуюсь тому, что у нас есть оппозиция, которая не боится сказать свое мнение против Кремля. Давайте сейчас перейдем к тем санкциям, которые разрабатывают российские власти в ответ на санкции со стороны Запада. Одно из предложений глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин высказался за то, чтобы ограничить хождение доллара в России. Фраза такая расплывчатая, непонятно, что за ней скрывается, что значит ограничить. Всем понятно, что у доллара мировое господство. И что может быть? Запретить продажу валюты в России. И, соответственно, наказывать тех, у кого будет эта валюта обнаружена? Да. В 80-е годы мы с вами жили в такой системе, когда захоронение и продажу долларов сажали в тюрьму. Статья была такая. Это возвращение? Я не думаю, что это будет так. Вы знаете, дело все в чем? Дело в том, что с момента, вот когда сейчас мы говорим, многие оппозиционеры говорят о том, что Россия возвращается к ситуации холодной войны, железного занавеса и мировой изоляции, я не думаю, что на самом деле это возможно. Мир стал тотально другим. У нас есть интернет, и значит у нас нет одной информации для всех. То есть даже когда телеканалы вещают только про кремлевскую позицию, у нас есть интернет с другой точкой зрения. У нас есть все-таки возможность ездить. И когда ты приезжаешь в Европу, то слышишь эту другую точку зрения, и ты имеешь право выбора. И поэтому доллары в том числе, и вообще хождение любых валют, не только доллары и евро еще, связаны со свободой перемещения. Вот если они еще свободой перемещения захотят ограничить, это даже не тушить свет. Я не знаю, как это возможно, потому что, ну как это вот на сегодняшний день может выглядеть. Мне кажется, что это уже, мне кажется, что на сегодняшний момент это уже совсем невозможно. По поводу интернета, ведь все чаще и чаще звучат мнения о том, что отчасти в шутку, ну отчасти и всерьез о том, что и с интернетом можно забить его в такие рамки, что мы тоже там не будем получать какую-то объективную информацию. Запретят и все. Ну, посмотрим. Да, к сожалению, такие страхи есть у всех. Да, и вот чем еще украинская ситуация плоха для всех, для нас? Она одновременно, одновременно вроде бы у нас есть радость по поводу Крыма, но одновременно все те старые советские страхи, они тоже вернулись. Вернулся страх отсутствия свободы слова, вернулся страх отсутствия свободы перемещения, и вернулся страх отсутствия экономической свободы, которые впрямую ударят по экономике. Еще инициатива, и она начинает уже разрабатываться более-менее подробно, создание так называемой национальной платежной системы, которая могла бы составить конкуренцию таким столпам экономическим, как Visa и MasterCard, тоже об этом слышали, да? Да. Это вот закономерность, то есть вот это все в общем пакете таких предложений, шансы какие? Для меня нет. Для меня это две разные истории. Потому что, с одной стороны, мне кажется, что такая платежная внутри страны существующая система была бы нам действительно выгодна, экономически выгодна. Потому что на сегодняшний день мы все пользуемся карточками Visa и MasterCard, не задавая вопросов, кто на этом зарабатывает. Что такое, как это работает? Да, и кто на этом зарабатывает. Кому это хорошо и когда это нужно? Когда ты часто ездишь, вот мне это, поскольку я часто езжу, действительно выгодно, что я могу одной и той же карточкой расплачиваться и в России, и на Западе. Но все-таки подавляющее большинство действительно используют карточку только в России. Если бы была такая система российская, и на ней бы зарабатывали мы здесь внутри, мне кажется, это было бы очень неплохо. Поэтому вот это я бы не смешивала. Да, это предложение прошло в связи с санкциями против Банка России и пониманием того, что нам могут перекрыть кислород по нашим карточкам. В том числе ведь на них завязаны внутренние экономические процессы. Это серьезная очень схема. Да, это вопрос экономической безопасности. Вроде бы это прошло в этом блоке, но вот это как раз то рациональное зерно, которое мне кажется, что было бы неплохо ввести, и я его поддерживаю, потому что будут зарабатывать кто-то внутри страны, мне это кажется хорошо. Последняя информация, Министерство финансов в том числе заявило о том, что к лету этого года какие-то зачатки национальной платежной системы у нас должны появиться. Ну посмотрим. Посмотрим, насколько хорошо она будет работать. Будет ли она так же хорошо работать в интернет-пространстве, то есть для платежей... Виртуальных. Да, существующих в интернете. Насколько бесперебойно будут эти карточки действовать, как много будет банкоматов. Тут много вопросов, поэтому, конечно, я не склонна думать, что это так быстро и легко ввести. Продолжаем блок экономических тем. Сейчас об инициативе, которая уже поддержана и депутатами Государственной Думы, и членами Совета Федерации. Речь идет об ужесточении налоговой нагрузки на малый бизнес. Владельцам малых предприятий придется платить налог на имущество. Это дополнительные расходы на общую сумму 200-200 миллиардов рублей. То есть малого предпринимательства планируется деньги забрать. Сейчас по официальной информации большинство малых предпринимателей работают на так называемой упрощенной системе налогообложения. Эту возможность у них хотят просто-напросто убрать, когда придется платить за все, за имущество. И что в связи с этим? Крест можно ставить на все. Значит, что это такое будет для начала? Это будет двойное налогообложение. То есть человек будет платить и за то, что он владеет помещением, как частное лицо, и за то, что он там ведет бизнес. Это приведет к удвоению налогов и, соответственно, бизнесу будет дышать еще хуже. Это приведет также к тому, что часть предприятий, то есть мы потеряли часть предприятий, когда ввели обязательные соцвыплаты, ИП стали закрываться. Сейчас это стимулирует следующую волну закрытия. То есть что это практически означает для каждого живущего в нашем городе? Что количество малых предприятий будет меньше, что количество государственных предприятий останется прежним, потому что, как мы видим, заводы, фабрики и новые университеты не строятся. И волна безработицы, которая сейчас есть, она есть и официальная, и неофициальная, она поднимется. Это первое отрицательное последствие. Второе отрицательное последствие. Почему плохо, что будет вымываться сегмент малого и среднего бизнеса? Ну, вроде бы, живет страна, у нее есть газ, нефть, есть крупный бизнес, который зарабатывает деньги. Зачем нам нужен малый и средний бизнес? И является основным налогоплательщиком. Налогоплательщик основной – это самый крупный бизнес. Но внутри малого бизнеса находит себе место та низовая инициатива, инициатива простых граждан, молодых людей, которые еще только встают, которые потом когда-нибудь, может быть, и дорастут до большого бизнеса. Но сейчас им нужно что-то начать. И они придумывают свое маленькое предприятие. Для семей, которые открывают свой маленький семейный бизнес, например, не найдя работы. То есть вот эта низовая инициатива, совершенно естественная, невероятно важная для здорового общества, эта самая инициатива окажется практически… Уже сейчас, когда я вам говорю, молодой человек открывает, так вы знаете, как это трудно, и как мало молодых людей в состоянии пройти эту процедуру открывания. А сейчас еще все тяжелее станет. Значит, количество этих молодых людей, которые после школы, институтов попробуют свое дело, а потом, возможно, дорастут до крупного бизнеса, станет совсем ничтожным. Или, или, мы же понимаем, что инициатива, активные люди, они рождаются, это биологическая история. Или они будут уезжать из страны. Мы получим очередной отток умного и активного молодого населения. А если наряду с этим кнутом какой-то и пряник еще дать мелкому предпринимательству, например, какие-то налоговые льготы. Вот ты открыл свой бизнес и определенное количество времени не платишь. Или платишь, но очень мало. А потом как шандарахнет вот это двойное налоговое обложение. Знаете, вот большинство тех бизнесменов, которые сейчас работают и у кого, в общем, дела идут, они говорят, знаете, не надо нам помогать, не мешайте. Государство как-то существенно помогать не помогает. Пусть бы не мешало действительно. Пусть бы сегодняшнюю ситуацию с налогами не усугубляло новыми налогами. Они действительно в ситуации только-только сформировавшейся рыночной экономики. Что такое 20 лет рынка? Да ничего. Нам нужно, чтобы этот рынок поднялся. И нам нужны эти налоговые льготы не на 2 года, не на 3. Они нужны на 10-15 лет с тем, чтобы сформировалось новое поколение бизнесменов. И вот мы это поколение новое теряем, которое, повторюсь, либо уедет, ну, либо, возможно, все-таки найдет себя в каких-то госструктурах. Станет чиновниками, станет... Кем оно еще может стать? Учеными, может быть. Да, так и с наукой у нас тоже в России не все, слава богу. И тоже выгоднее развивать науку, к сожалению, не у нас. Ну, а если вернуться к Крыму, государство ведь сейчас говорит о неких преференциях тем предпринимателям, которые открывать будут свой бизнес на территории Крыма, в том числе налоговые льготы. Вообще перспективы бизнеса в новом субъекте Российской Федерации. Может быть, туда ринутся, не нашедшие себя на своем привычном месте обитания. Ну вот что за ситуация сейчас в Крыму? В Крыму сейчас ситуация, когда люди спешно меняют документы, свои паспорта украинские на российские. В Крыму ситуация, когда переходят на рублевые платежи. В Крыму ситуация, когда нужно создать базы данных и все госструктуры, то есть все подразделения милиции, страховых, налоговых органов. То есть нужно создать целую веточку государства. Как будут в этой ситуации эти начатки государства, которые так давят нас здесь, справляться со своими функциями там, я не могу вам сказать, Владимир. Возможно, кто-то очень это сможет хорошо организовать, и действительно какое-то время в Крыму будет возможно открывать новые предприятия. И, по крайней мере, тот потенциал украинский, крымский, который есть, будет развит. А там нужно развивать, как мы все понимаем, туристический бизнес. Возможно, это будет. Но почему я говорю об этом так скептически? Потому что я понимаю, насколько велико ермо государственных требований и бюрократических процедур здесь. И если это будут российские бюрократические процедуры, такие же точно там, то быстро они работают. У нас чиновники быстро не работают. У нас каждая бумажка в кабинете чиновников, как правило, лежит месяц. Поэтому я полна скептицизма, зная, как работают чиновники. Разве что там будут какой-то другой формат с чиновники, или с какими-то специальными прописанными инструкциями работать хорошо, быстро и качественно. Как стало известно накануне, Министерство по делам Крыма будет создано. Оно вряд ли будет работать на каких-то новых принципах, новых эльсах. Еще одна инициатива, касающаяся предпринимателей. Сенатор от Кировской области Олег Казаковцев предложил увеличить штраф за незаконное предпринимательство сразу в 25 раз. Сейчас от 500 до 2000 рублей, согласно административному кодексу, штрафуют у нас незаконных предпринимателей. Будет до 50 тысяч рублей. Ну, вот Олег Александрович уверен, что это действительно заставит людей регистрироваться в обязательном порядке. Но к тому же, точнее, с другой стороны, я знаю несколько людей, которые, желая попробовать в бизнесе, они сознательно шли, они понимали, что они нарушают, что они незаконные, что они могут попасться. Но им нужно попробовать, попробовать, пойдет ли у них дело. Давайте поговорим о том, кто эти незаконные предприниматели. Вот вы сказали, что те, кто хотят быстренько попробовать, если получилось, открыться и начать уже честно работать. Все хотят честно работать. Но нет людей, Владимир, которые хотели бы работать нечестно, воровать у государства. Ну, я таких, по крайней мере, не знаю. Есть люди, которые идут на это по каким-то вынужденным причинам. Зачем работать с риском, когда можно работать без риска? Значит, кто эти незаконные предприниматели? Да, вот это вот эти, которые решили попробовать и потом легализуются. Которые стали работать на дядю, да, и решили попробовать. Да. С другой стороны, эти незаконные предприниматели, наши старушки, которые торгуют морковкой, картошечкой, экологически чистыми, выращенными у себя в огородах продуктами, которые мы так привыкли покупать у магазинов. Они ведь незаконные. Скажите, пожалуйста, что будет с этой старушкой, если ей выпишут штраф в 50 тысяч? Ну, инфаркта ее-то хватит тут же. Наверное, она перестанет торговать своей картошкой, она точно не пойдет регистрировать ИП. Понимаете? Поэтому я отношусь к этой инициативе как популистской и бессмысленной. Мне очень печально, что представитель нашей области не думает о тех людях, которые здесь живут, а пытается предложить еще одну запретительную меру. Знаете, вот государство нам запрещает, 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 хотя бы что-то сделали для нас, нам в плюс, для того, чтобы бизнес мог дышать. А нас душат, душат, душат и еще. И родной наш сенатор нас же и душат. Ну, хотя бы минируем для этих же бабушек, куда они могли прийти в одно место и торговать. Ну, кстати, есть такие места, наше мнение. Да, они есть, но они не решают вопрос незаконного предпринимательства. Они просто создают площадку, которую старушка должна арендовать и платить еще и за это место. Не будет старушка это делать. Я предлагаю сейчас прерваться. Две минуты рекламы и после чего продолжится особое мнение Натальи Осиповой, генерального директора коммерческого центра «Вятский». Перерыв. Продолжается программа «Особое мнение» на 101.0. Меня зовут Владимир Сметанин. Гость из студии Наталья Осипова, генеральный директор коммерческого центра «Вятский». Мы говорим о Крыме, о бизнесе. А сейчас хотим поговорить о литературе, о книгах. Наталья пришла сегодня с книгами. Так у меня книжки тоже по политикам. Я не могу не спросить, да. И проанонсировать, что за книги, и проанонсировать мероприятия, которые связаны с этим. Вы знаете, я эти книжки с собой взяла для разговора о Крыме. Потому что для меня вся история Крыма легла на книгу, которую я сейчас читаю, Петра Авина и Альфреда Коха «Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук». То есть вот эта книга, которая из первых уст воспроизводит всё, что произошло в Беловежской пуще и почему Советский Союз распался. И когда я читаю эту книгу, совершенно очевидно становится, что это была, что как раз украинская тема, то есть жёсткая позиция Кравчука не дала сохранить Советский Союз. Но для меня эта книга, это ещё такая, знаете, попытка уже сегодня, через 20 лет, понять, а что же с нами произошло. И одновременно с этим мне бы хотелось назвать ещё одну книгу, которая тоже, в общем, отвечает на этот вопрос. Вопрос моего, наверное, поколения. Что с нами произошло? Это книга американских учёных Робинса Джеймса и Асен Глоударена «Почему государства падают» или «Why nations fail». То есть почему некоторые нации выигрывают, а некоторые проигрывают. У нас в сознании живёт такая схема Ключевского, геополитическая, что успех или поражение нации связано с тем ландшафтом, с тем природным комплексом, который её окружает. Климат, да, всем известная концепция Василия Осиповича. И, значит, исходя из этой концепции, южные народы более ленивы и темпераментны, и расслаблены, нежели северные, которым надо трудиться. И, например, южная Италия и северная, южная Германия и северная Германия. А Россия обладает таким специфическим огромным пространством, поэтому мы такие спокойные, поэтому мы такие терпеливые, поэтому у нас так всё медленно, потому что вот этот размах русской души связан с размахом русского пространства. Так вот, американская книга, она придерживается прямо обратной концепции. Она показывает и анализирует другие истории. Истории двух государств или двух каких-то городов, которые находятся рядом. Например, северная и южная Корея. Одна и та же климатическая история, одно и то же место и совершенно разные две экономики. Или, например, анализируется небольшой городок, который, как некогда Берлин, разделён забором, и часть его живёт в Америке, а часть в Мексике. И он показывает, что несмотря на абсолютно, эти два учёных показывают, что несмотря на абсолютно одинаковую ситуацию климатическую и на все прочие равные, и население, в общем, одно и то же, одна из этих наций оказывается очень успешна, там высокий уровень жизни, люди имеют высшее образование, есть медицинские гарантии, а другая, напротив, с высоким уровнем преступности, низким уровнем образования и так далее. И авторы этой книги приходят к выводу, что главным фактором является фактор политического режима, что при правильной власти, которая создаёт правильные законы, нации расцветают, и обратная тенденция, если законы неправильные, если власть себя ведёт как диктатор, или если власть не выполняет своих обязанностей, то нации проваливаются. И это огромное исследование, которое велось несколько десятилетий, и которое на меня произвело большое впечатление, потому что меня оно убедило. И для меня это вот такой острый вопрос, а куда же плавём мы сейчас? И будет ли наша сегодняшняя политика способствовать развитию нашей нации и завтрашним, а может быть уже и сегодняшним успехам? Или наоборот? Вот, про эти две книжки я хотела рассказать вам. Да, я сейчас плавно, да, хотел перейти к следующему вопросу. Вопрос у вас, будет ли способствовать развитию нашей нации то, что президент Путин подписал такие указы о возрождении системы ГТО «Готов к труду и обороне». Уф, ну я не знаю... У нас уже прозвучали сегодня в программе слова и «Железный занавес», и «Тоталитаризм», и «Холодная война». ГТО тут ещё. Ну, я воспитывалась в Советском Союзе, и девочкой должна была сдавать эти несчастные нормы ГТО. Это было моим чистым кошмаром детства, потому что я недостаточно далеко бросала мячик, не так, как требовали нормы ГТО, и не умела плавать, поэтому я не смогла сдать на значок ГТО. И, конечно, для меня возвращение нормы ГТО не кажется совершенно позитивным. Кроме того, у нас нет этих механизмов. То есть мы не понимаем, например, вдруг говорят, что теперь нормы ГТО будут засчитываться при поступлении в ВУЗ. Это что получается? Что те дети, которые недостаточно сильные, не смогут теперь поступать, что те дети, у которых физическая их подготовка, ну, к сожалению, уступает, потому что вот они вот, ну, слабенькие. Но, может быть, не так критично будут подходить приёмные комиссии. А как, если это будет учитываться при поступлении, Владимир? Вот баллы ЕГЭ плюс баллы за ГТО. Не получаешь баллов за ГТО, хоть и умный, сиди дома, в институт пойдёт тот, кто сильный. Ну, вот это меня очень, конечно, смущает. А в школе как ситуация изменится в связи с этим? Да бог его знает, как изменится. Заставить детей на уроках физкультуры сдавать ГТО. Сейчас я знаю, что... Знаете, вот у меня сейчас сын, поскольку по программе обмена в Америке, он очень интересно рассказывает, как уроки физкультуры организованы в американских школах. И там есть такая система, что ты выбираешь как бы себе секцию в рамках урока физкультуры. И он один... Как это вид сплотный. Семестр, да. Он один семестр играл в футбол, один семестр он занимался борьбой, сейчас он записался на бег. И вот возможность выбора всегда, мне кажется, очень позитивной. А внедрение очередного стандарта, особенно такого жесткого, как система ГТО, ну уж не говорю о том, что это милитаристская такая история, что готов к труду и обороне, предполагает, что в нашем сознании живет готовность к войне. Да, то есть мы готовимся к войне. И даже это, мне кажется, очень негативным для молодого растущего организма, когда он живет и думает, я должен хорошо метать мячик, потому что это завтрашняя граната, и я хочу ее метнуть во врага. Вот мне вот не нравится это совершенно, Владимир. Возрождаемой системой ГТО предусматривается то, что вот эти нормативы, нормы будут сдавать и школьники, начиная с шести лет, и пожилые уже люди ограничиваются 70-летним возрастом. И вам ведь, как руководителю крупного предприятия, придется, наверное, работать в этом направлении, организовывать какие-то эстафеты, какую-то сдачу своих сотрудников. Знаете, вот, да, я не буду этого делать точно, я не знаю, может ли меня государство заставить это делать, все-таки у нас частная компания, и в ней мы свои порядки и свои стандарты имеем. Но, с одной стороны, я всячески поддерживаю здоровый образ жизни, я поддерживаю своих сотрудников, которые занимаются спортом. С другой стороны, я за право выбора, каким спортом заниматься, и уж тем более не с той целью, чтобы быть готовым к войне, а с той целью, чтобы быть здоровым, долго прожить и показать хороший пример своим детям. И вот смена этих установок, мне кажется, симптоматичной, знаковой и опасной. У нас остается не так много времени, хотелось бы к теме культуры еще перейти. Два предложения. В Госдуме прозвучало на прошлой неделе предложение, давайте введем квоты на иностранные фильмы, те, которые показываются в кинотеатрах, будем показывать поровну 50% отечественные, 50% зарубежные. Не знаю, насколько вы часто бываете в кинотеатрах, я, честно говоря, давно не был, но у нас были представители, руководители, точнее, кировских кинотеатров, они, ну, в общем-то, сошлись в мнении, что мы загнемся, потому что в настоящее время расклад абсолютно не в пользу отечественной кинопродукции. Примерно 80% это импорт, 20% это наши. Вам как кажется? Мне кажется, что это еще одна запретительная мера, которую принимают люди, знаете, законы принимают не те, кто реально к бизнесу какое-то отношение имеют. Вот те люди, которые принимают законы, им бы следовало тоже свое ГТО проходить, например, годик поработать в любой коммерческой компании человеком, который отвечает за продажи, чтобы они понимали вообще реальность происходящего. Поскольку они получают, они себе в Госдуме назначили зарплату в 450 тысяч, им, конечно, все остальное не критично. 450, насколько я знаю. 450 это количество человек в Госдуме. А зарплаты у них? 250, по-моему. 250 тысяч? Ну, знаете, вообще говоря, вот спросите рядового человека на улице города Кирова, 450 и 250 это все равно, как говорят мои дети, дофига. Поэтому вот очередная запретительная мера, которая заставит не рыночным механизмом и свободой руководствоваться тех людей, которые этим бизнесом занимаются, а какой-то очередной инструкции, с которой непонятно, что делать, которую, а дальше что будут, штрафовать за то, что эти нормы не соблюдаются, или как вот это будет контроль. И, значит, появится еще один чиновник, который будет ходить и проверять, и которому мы тоже будем из наших налогов платить зарплату. В общем, очередная запретительная мера, которая ухудшает общую экономическую ситуацию. Все, конечно, против. Я даже не понимаю, по какой причине наша Госдума идет этим путем. Может быть, она собирается выделять деньги на то, чтобы наши режиссеры российские снимали больше фильмов. Владимир, а какие деньги она будет выделять? Пока мы не знаем. Они готовы свою зарплату потратить на это? Нет, вряд ли, конечно. Вот понимаете, они наши же деньги будут выделять. Поэтому тут вся эта история про то, что нами правят те, кто совершенно не несет ответственность за низовой уровень жизни пенсионеров, за низовой уровень жизни провинции, вообще за жизнь нормальных людей. Уж какой там низовой уровень? Среднего обывателя. Ну, кроме кинематографа у нас еще есть поэзия. Давайте вот две минуты до оставшейся поэзии. Последние две минуты про стихи. Да, как вы мне сообщили, состоится у нас фестиваль чтецов, да? Нет, нет, нет. Нет, нет, 6 апреля будет вечер, вечер поэзии в клубе «12». Он называется «Пушкин. Наше все». И там актеры театра на Спасской будут читать такого ужасно веселого, нескучного Пушкина. Например? Там будет «Граф Нулин», там будет «Домик в Коломне», там будет сказка о папе и работнике Балде. И я там тоже буду принимать участие. Я буду читать письма Пушкина к жене, которые ужасно смешные. Они очень забавные. То есть это будет такой нетривиальный, нескучный Пушкин, который совершенно блистательно разложен на разные роли актерами театра на Спасской. Вот мы тут два вечера подряд репетировали. Кому идея пришла? Вам совместно с актерами? Идея принадлежит Арине Соловьевой, Аглая Соловьевой, которая не только пишет стихи, но вот сейчас уже второй вечер поэзии такой организует в клубе «12». И, по-моему, они проходят очень здорово. И знаете, когда вот... Приходите. Да, да, еще вернусь, да, спрошу еще. Просто я сейчас смотрю на листочек, вот у меня написано «Пушкин – наше все». Поменяй пару букв, получится «Путин – наше все». Тут как-то забавно получается. Во сколько начало 6-го числа? Упс, кажется, в 7 часов вечера, да. Заявиться как-то еще можно? Или уже список участников? Да, там есть какой-то список, кажется, ВКонтакте. Но, насколько я понимаю, можно свободно просто прийти. Только, да, вот я не подготовилась, время, наверное, надо уточнить, 6-7 часов, я не помню. В клубе «12» везде разложены афишки. И это определенно 6-го апреля, а вот в 6-7, елки-палки. Ну, ничего, я думаю, да, будет нетрудно найти эту информацию в сети, собственно, сейчас, вот если успеете. Ну что ж, завершается программа «Особое мнение». Я благодарю гостю нашу Наталью Осипову, генеральный директор коммерческого центра «Авиатский». Спасибо большое. Спасибо вам, Владимир, за приглашение и за такой... У нас получился совсем не первоапрельский разговор. Разговор действительно получился очень серьезный. Ну, я надеюсь, что не тяжелый. Но не тяжелый, нет. Да. Спасибо большое. Не нашлось. Да, до свидания. До свидания. До свидания.